В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Карагандинка отравилась, съев обычную сушку. В чем кулинарный секрет карагандинского хлебомакаронного кондитерского комбината? Если металл, да, или те же нити обработают, какой бы термо обработки не прошли, они же не растворились, правильно? Они же попали меня в жерудок. Предотвращение паводковой ситуации – задача номер один. Готовность Карагандинской области проверил заместитель министра внутренних дел Владимир Башко. Если сюда еще придет вода, и мы в очередной разотопим, извините, все будем отвечать форум. Контрольная закупка. Для того, чтобы обезопасить население от некачественной продукции, управлением по защите прав потребителей проводятся рейды. Сколько нарушений было выявлено за 2015 год, что грозит предпринимателям? В Карагандинской области зарегистрировано 917 кандидатов в депутаты. Основная часть из них – это самовыдвиженцы. Сушки с начинкой. Кормящая мать отправилась за обычной сушкой. В сдобном изделии обнаружили некий ворс и кусочек металла. По словам представителей ХМК, предприятие готово к разбирательствам в суде, и металла в сушках точно нет. Подробности вы узнаете из сюжета Асель Сазанбаевой. От сдобы с сюрпризом кормящая мать получила отравление, началась тошнота и пропало молоко. Трехмесячную дочь девушке пришлось переводить на искусственное питание. Сушки девушка приобрела около 10 дней назад. По словам пострадавшей Анны Ивашиненко, она не смогла сразу обратиться с претензией к руководству предприятия, так как не позволяло состояние здоровья. После выздоровления молодая мама отправилась на комбинат, где изготавливают те самые сушки. Но руководства на месте не оказалось. Сотрудники Карагандинского хлебомакаронного кондитерского комбината предложили женщине возместить материальный ущерб только за стоимость товара. Они могут реагировать только так, что они мне или поменяют продукцию, или они вернут стоимость этой продукции. Но все лекарства и все остальное питание, кто мне оплатит ребенку? Я одинокая мать, получается, мать-одиночка. И деньги мне с неба не даются. Я не могу предоставить чеки, так как я покупала. Я не знала, что у нас будет такое разбирательство. Сотрудники комбината считают, что это очередной ход вымогательства денег. Подобные случаи были уже неоднократны, и комбинату приходилось выплачивать кругленькую сумму. О процессе приготовления бараночных изделий рассказал главный технолог предприятия Белоголовская Людмила. Бараночное изделие, сушка в том числе, проходит термическую обработку в печи при температуре 240-280 градусов. Никакая микрофлора, особенно патогенная, не может выдержать таких температур. Она, естественно, погибает. Потом, у нас есть аттестованная лаборатория, в которой есть инженер-микробиолог, которая проводит, в соответствии с графиком, анализы. И на БГКП, это бактерии группы кишечных палочек, и на плесени, и на дрожжи. У нас нету этого. Нет никаких нарушений и отклонений микробиологических. Однако девушка уверяет в другом, что именно из-за инородных веществ ухудшилось состояние здоровья. Если металл или те же нити обработаются, какой бы термообработки не прошли, они же не растворились, они же попали мне в желудок. Обе стороны не согласны на примирение и намерены разбираться в суде. Сейчас можно сказать одно, что скандалы с опасными продуктами в Казахстане вспыхивают все чаще, и просим относиться внимательнее к выбору продуктов питания. Асель Сазамбаева, Ужас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Между Акиматом Карагандинской области и крупными промышленными предприятиями был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве по сохранению и развитию экономической и социальной стабильности в регионе. Основной целью заключенных соглашений является обеспечение стабильной деятельности 23 промышленных предприятий. Застижением запланированных производственных показателей, а также обеспечение трудовых прав и гарантий работников Карагандинской области. Кроме того, подписан ряд меморандумов о взаимном сотрудничестве по развитию местного содержания. Крупные промышленные предприятия области выразили готовность поддержать производителей сферы малого и среднего бизнеса Карагандинской области путём размещения заказов на приобретение товаров, работ и услуг на сумму более 52 миллиардов тенге. Итогом 2015 года объём произведённых товаров, оказываемых услуг малым и средним бизнесом достиг 650 миллиардов тенге. Это ни много ни мало, ни мало, порядка 47% объёмов промышленного производства области, триллион четыреста миллиардов тенге, а малый и средний бизнес – уже 650 миллиардов тенге. На сегодняшний день по области подписано почти 3000 меморандумов о взаимопонимании между акиматами, работодателями и профсоюзами. В результате на предприятиях сохранено более 300 тысяч рабочих мест. Огромное значение имеют меры государственной поддержки, благодаря которым нам удалось снизить финансовую нагрузку, что очень важно в этот непростой период. Мы уже давно являемся участниками программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Содержание меморандумов сформировано с учётом реализации социально-экономических задач, которые стоят перед областью на ближайшее время. В них определены действия сторон – органов исполнительной власти, работодателей и профсоюзов на случай сокращения объёмов производства и возможного высвобождения работников. Исполнение условий находится на постоянном контроле акимата области. Лариса Хусейнова, Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Готовность Карагандинской области к паводкам на контроле у заместителя министра внутренних дел Владимира Башко. Он в сопровождении чиновников региона облетел в наиболее опасные реки, водохранилища и населённые пункты. Какие прогнозы дают спасатели и сможет ли область противостоять стихии, узнавали наши корреспонденты. Пожалуйста, мобилизовать и участковых, и личный состав для того, чтобы контролировать непосредственно, чтобы граждане со своих участков вывозили снег. Визит Владимира Башко начался с села Матак Каркарлинского района. Чиновники отчитались о проделанной работе по предотвращению паводковой ситуации. С их слов сельчане уже приступают к расчистке снега самостоятельно. Также построены около 9 тысяч защитных дамб. Поведена работа в том, что дороги сооружены защитные дамбы. Леной 500 метров, с лотой полтора. Это село Коктас. То есть, тут 6 единиц у нас сейчас по району работает. Мы в ту субботу, пятницу, субботу и сегодня в городе Конференции вводим снег. Далее Владимир Башко облетел в Сакаровский район, посёлки Топарок, Мишит-Тасуат, Киевка-Молодецкая. Были осмотрены Интумахское, Чкаловское и Саранское водохранилища. Спасатели проверили состояние рек Нура и Щерубай-Нура. Должна быть ответственность вся персонифицирована. Заместители Акимов районов персонально отвечают. Но и в каждом конкретном населённом пункте тоже должно быть соответствующим образом расписано, кто за что отвечает. Особенно проанализировать затопленные ранее участки или тревожные участки. На сегодняшний день подготовка к наступлению весны идёт полным ходом. Построено около двух и произведён ремён 75 километров защитных дамб. Укреплены берега рек, дно углублено на 6,5 километров. Поводкоопасные русла расширены на полкилометра. Очищено около 26 километров каналов, 5 километров арыков и 229 водопропускных труб. Вывезено 765 тысяч кубометров снега. Владимир Башко призвал чиновников быть готовыми к любой ситуации. Если сюда ещё придёт вода и мы в очередной раз затопим, извините, все будем отвечать хором. Аймамжина Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Регистрация кандидатов в депутаты закончится 19 февраля. На сегодняшний день по области их число составило 917 человек. Они претендуют в кресло народных избранников маслехатов всех уровней. 20 числа начнётся агитационная кампания. Сколько денег потратит область на предвыборные мероприятия, узнавала Аймамрина. Выдвижение кандидатов идёт активно, рассказал председатель областной избирательной комиссии Яркарай Магомбетов. Из 917 кандидатов 126 человек претендуют в областной и 791 в районные и городские маслехаты. На один депутатский мандат претендуют более трёх человек. От партии в маслехаты выдвинуты 301 человек, а остальные 616 – это самовыдвиженцы. Всего среди 917 кандидатов представители 18 национальностей. 66% мужчины, 34% женщины, 74% имеют высшее образование, средний возраст 43,5 года. По группе занятий работники Аймата в маслехаты 27 человек. Также подали заявки 490 бизнесменов, 10 работников неправительственных организаций, 9 пенсионеров, 5 безработных и 10 других категорий. На проведение внеочередных выборов будет потрачено 580 миллионов тенге. Первым планом обведения в довыборной республике были зарегистрированы на сегодня 12 представителей под миссией ОБСЭ по правам человека. Всего визуализировали желание принять участие в качестве на выборах представителей более 11 международных организаций, в которые входят 112 государств страны. В Карагандинской области насчитывается около 840 тысяч избирателей. Голосование будет проходить на 1105 избирательных участках. Напомним, выборы состоятся 20 марта. Аймамрина Исламбегус Пан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Все чаще люди становятся жертвами потребления некачественной продукции. Управление по защите прав потребителей проводит работу по запрету и ограничению продукции, не соответствующей положенному регламенту. Об итогах нарушений, выявленных за 2015 год, вы узнаете в следующем сюжете. Комитет в первую очередь обращает внимание на некачественные товары. Также контролирует осуществление предпринимательской деятельности по возу и реализации продукции, не соответствующей нормам пищевой безопасности. Управление по защите прав потребителей ведет жесткий отбор продукции в общепите и в магазинах области. Нами, то есть специалистами управления, выносятся либо предписания по устранению правонарушения в адрес субъекта предпринимательства, либо, если это касается показателей безопасности, открываются внеплановые проверки. И в том и другом случае нами проверяются все товаросопроводительные документы, выявляется вся цепочка поставки той или иной продукции на территорию района, либо на территорию Республики Каласна. И, значит, если же действительно эта продукция является несоответствующей или безопасной, опасной продукцией уничтожается, а продукция, которая считается по гигиеническим нормативам вредной для организма, она снимается с реализации и уже на усмотрение предпринимателя, то ли он возвращает это поставщику, тот, соответственно, производителю, или же она уничтожается. На базе управления по защите прав потребителей проведен семинар-совещание для предпринимателей и представителей заинтересованных ведомств. Собравшиеся рассмотрели итоги проводимых рейдов, направленных на недопущение к реализации в торговой сети Караганды некачественной продукции. По результатам проведенного каминального контроля в адрес участников внешней экономической деятельности выдано четыре предписания об устранении нарушений. За их ненадлежащее исполнение два материала переданы судебные органы. Судом наложен административный штраф в размере 198 200 тенге. За 2015 год, в прошлом году, найма того же 659 проб продукции, из них 145 продукции не соответствовало. А вот из 659 проб, 515 – это пищевая продукция, из которых 127 не соответствовало. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, нами оформлено писатурное предписание в соответствии с разъяснением на объекты и на субъекты торговли общепита по устранению данных нарушений. Мониторинг безопасности продукции управлением осуществлялся в течение 2015 года в соответствии с Кодексом Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения. Путем отбора и проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы проб продукции на объектах торговли, а также камерального контроля. Асель Сазамбаева, Исламбекоспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганде побывал культурно-просветительский поезд Менгалекьель. Горожане получили ответы по вопросам образования, медицины, права, социальной сферы и индивидуального предпринимательства. Подробности далее. В стенах городского Акимата прошли консультации, проводимые участниками поезда Менгалекьель. Основной целью акции является пропаганда идеи Менгалекьель, разъяснение плана нации 100 конкретных шагов, так и оказание социальной и юридической помощи. И в данном акции участниками нашей группы будут охватываться именно вопросы по оказанию юридической помощи местному населению. Также будут работники медицинские, которые будут оказывать медицинскую помощь местному населению. Тамара Васильевна пенсионерка. На жизнь не жалуется, пенсия устраивает. И хотя все твердят про кризис, она его не ощущает. Женщина уверена, что подобные встречи нужны. Но куда лучше было бы госслужащим на местах самим видеть, как живет народ и в чем его потребности. Хотелось бы, чтобы внимание обратили на строительство дорог обязательно, на ассортимент в магазине, на цены. Цены не устраивают во многом и продукты не устраивают. Хотелось бы, чтобы было получше и контролю побольше. Акция завершится 18 марта в городе Алматы. За это время поезд остановится в 33 населенных пунктах. Сохранение стабильной социально-политической ситуации в стране, как никогда важно в это неспокойное время в мире. Екатерина Афанасьева, Рустам Беков, Арман Нартаев. Первый карагандинский. Первый в Казахстане консультативно-совещательный орган создан при Департаменте внутренних дел Карагандинской области. В его состав вошли журналисты, представители неправительственных организаций и общественных объединений. Уникальность нового органа, в отличие от ранее существовавших по республике общественных советов, заключается в том, что его члены получили более широкие полномочия по оказанию содействия органам внутренних дел области. Это поможет обеспечить открытость деятельности органов внутренних дел и повысить доверие населения к ним. В связи с этим консультативно-совещательным органом возглавлены задачи. Первое. Повышение доверия населения к органу внутренних дел, повышение органов в роли неправительственной организации, дальнейшее укрупление правового государства. Далее. Оказание консультативной методической поддержки деятельности ввода под утопом продолжения по его совершенствам. Первое заседание консультационно-совещательного органа состоялось под председательством начальника Департамента внутренних дел области генерал-майора полиции Мердимбая Жапарова. По итогам голосования членов Советов Жуман Нурпиисов был назначен председателем консультативно-совещательного органа. Жуман Корьевич является председателем Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД по Карагандинскому региону. Ну и основная задача нашего консультативно-совещательного органа – это воспитание работников полиции в том духе, чтобы они не нарушали нормы, не нарушали закон и берегли свою честь, и чтобы были признаны своей родине, своему народу, исполняли законность во всем и обеспечивали образцовый общественный порядок. На первом заседании были обсуждены цели, задачи и права. Как отметил Мердимбай Жапаров, члены консультативно-совещательного органа будут проводить встречи с народом не только в городах, но и в каждом поселке. Лариса Хусейнова, Ложас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Медицинские работники и преподаватели Горного колледжа показали, как вести здоровый образ жизни. Мини-спартакеаду провели по нескольким видам спорта. Победители получили ценные призы и грамоты. Подробности расскажет Лариса Хусейнова. Наглядный пример показали преподаватели и медики. Как оказалось, они все в хорошей спортивной форме. На спортивной площадке колледжа состязались мужские и женские команды. Мини-спартакеада пропагандирует здоровый образ жизни. Эти мероприятия мы хотели, чтобы наши медработники тоже занимались спортом. И вот эти все аспекты, чтобы они пропагандировали также среди своих сотрудников и коллег. Гимнастика, спортивные танцы, армрестлинг, настольный теннис и веселые эстафеты. Работники образования и здравоохранения не только приобщились к спортивной культуре, но и получили массу положительных эмоций. Благодаря таким мини-спартакеадам мы реализуем государственную программу «Саламаты Казахстан». Мы рады, что организовывают такие состязания не только для спортсменов, но и для преподавателей и медиков. В июне текущего года Центр ЗОЖ планирует провести областную спартакеаду работников здравоохранения. Как показало состязание, учителя и медики основательно подготовились и готовы дать фору молодежи. Лариса Хусейнова, Арман Мартаев, 1-й Карагандинский. И в завершении выпуска еще об одном. 90-летний юбилей отмечает старейшее учебное заведение Карагандинской области. Средняя школа номер 42, расположенная в Старой Тихоновке, обошла по возрасту наш регион, которому исполняется 80 лет. В честь знаменательной даты руководство школы организовало турнир по волейболу. Гостями мероприятия стали бывшие ученики и родители нынешних школьников. Подробности у Аи Мамриной. Это мое место. Продукты тогда были другие, с открывающейся крышкой. Сейчас детям намного лучше, конечно. Екатерина Серкова – бывшая ученица 42-й школы. Здесь учились четыре поколения ее семьи. Сегодня она пришла в родные стены, чтобы порадоваться за альма-матер. Ведь именно здесь, за этой партой, она научилась выводить первые буквы. Уже немолодая школьница с теплотой оглядывает коридоры, стенды и классы. Из воспоминаний самыми яркими в ее памяти остались учителя. Очень теплые воспоминания, особенно о наших учителях. Это были просто самоотверженные люди, и они буквально жили здесь. И я помню хорошо, Пустогарова Мария Пантелеевна, первая моя учительница, она после уроков водила нас к себе домой чай пить. Вот такое вот неофициальное общение. Кроме выпускников, поздравить школу с юбилеем приехали коллеги из соседних учебных заведений. Учителя вместе с родителями участвовали в волейбольном турнире. Игра была жаркой, ведь в ней приняли участие сами директора трех школ. Они хотели показать школьникам личный пример для подражания. Наша школа, как я уже сказала, радует за то, чтобы дети вели здоровый образ жизни. А чтобы привлечь детей в здоровый образ жизни, естественно, нужно начинать с себя. Мы видели нашу команду. Довольно-таки разных возрастов участники команды. Директор-спортсмен, он тоже нас привлекает к спорту. В волейбольном турнире победила дружба. Маленькие болельщики с плакатами остались довольны. Игра была яркой. Руководство школы обещает, что празднование юбилея на этом не закончится. Разработан план мероприятий на весь год. В школе оборудован стенд, на котором отразили всю историю учебного заведения и Тихоновки. Материалы, собранные в архиве, смогут украсить любой музей. Айя Мамрина, Рустам Беков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте нашего канала. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова